Итак, добрый день! Сегодня мы с вами, прежде чем будем настраивать наши планы, разрезы и строить наш разрез, фасады по всем толщинам линий, мы с вами сначала разместим элемент топоповерхности в основании нашего домика, научимся прорезать тропинки, задавать им материалы, делать внешнее благоустройство. Там ставить либо беседки, деревья, машинки различные, людей. Делается это для того, чтобы большинство сейчас объектов, когда либо сдается как рекламная организация для дальнейшего строительства, сразу же представляют, как он будет выглядеть в реальности с прилегающей территорией, с границами участка. Да, они могут меняться, но все-таки научиться этому нужно. Первоначально у нас с вами просто домик. Ранее это делалось в фотошопе, вставлялся домик на различные элементы благоустройства, трава, земля и прочее. В Рэвити это можно сделать внутри самой программы и в дальнейшем провести визуализацию. Про визуализацию мы с вами проговорим отдельно. Будем делать фотореалистичные изображения, через облачную визуализацию покажу, как это делается. Покажу, как это делается в самой программном комплексе, если нет по каким-либо причинам у вас, так сказать, продукта самого официального и так далее. Либо не хотите заморачиваться с облачной визуализацией. Так вот, первоначально, прежде чем мы с вами выполняем нашу тупоповерхность, то есть грунт какой-либо кидаем в наш объект, мы с вами должны перейти на план площадка. В диспетчере проекта в два раза левые клавиши мыши нажимаем на план площадка. С плана площадка мы видим весь наш объект целиком, начиная с крыши. Если я ее здесь скрою, вижу стены и так далее. Это самый верхний вид нашего объекта, который строится автоматически. В ранних версиях он назывался еще и стройплощадка. Итак, построение нашего элемента тупоповерхности располагается во вкладке формы и генплан. Называется он тупоповерхность. Это как раз по умолчанию грунтовое основание. Мы с вами научимся верхний слой делать травой, разрезать его, задавать необходимые настройки и так далее. И также под основание нашего объекта научимся все вырезать. Итак, тупоповерхность. Наша тупоповерхность, мы с вами, под лентой появилось новое окошко, по умолчанию там нулевое значение. Я ранее выполнял тупоповерхность для данного домика, поэтому у меня сразу же необходимо. Я ставлю отметку минус 100, чтобы она была немного смещена от нашей нулевой отметки. Не так высоко, чтобы делать дополнительную ступень, но и не в ноль, потому что грязь нашего объекта, либо вода, влага, чтобы не выпало внутрь. Хоть у нас там будет порог у нашей двери, но лучше, чтобы стены не намокали. Фундаментную часть, не фундаментную, подземную часть, то есть подвальный либо цокольный этаж, выполнять я в Рэвити не буду. Очень хорошо рассмотрено выполнение подвального этажа. На примере видео по автокаду. В нем я рассказывал, как вообще строится подвальный либо цокольный этаж. Он вышел не так давно. И также можно тем же самым методом, только там набором линий, а здесь просто задать стенку по определенному материалу, запроектировать тоже подвальный этаж, если вам это необходимо. Я этого делать пока не буду. Итак, поставил отметку минус 100. Материалы пока задавать не буду в панели свойств. Обратите внимание, у нас появилось возможность задания самого материала. Я его задам потом. Итак, за пределами нашего объекта я ставлю 4 таких точечки. Теперь у меня за курсором бегут 4 точки. Вот таким вот образом. По умолчанию у меня с вами эти 4 точки означают граничное значение моего участка. Я могу его потом растянуть, увеличить как угодно, подрезать, либо если мне это необходимо будет. Но сейчас мне этого будет достаточно. 4 точки за границами моего участка. Вполне хватает. Нажимаю на зеленую галочку, соглашаюсь с выполнением данного действия. Могу здесь перейти в реалистичный вид, либо могу просто перейти на трехмерный вид наш домик. Напоминаю, что вид и трехмерный вид. Вот сейчас по умолчанию у меня домик лежит на грунтовом основании. Причем грунтовый слой у меня прорезает мою землю. Мы с вами постепенно сейчас сделаем основание под наш объект, чтобы вот земля у меня не прорезала мой дом, а я видел, что у меня внутри дома располагается. Грубо говоря, обтекало его. Как это делается, еще покажу. Но давайте сначала зададим материал для нашей земли, потому что по умолчанию это земля. Бесконечно она. Вкратце покажу еще. Мы с вами будем работать с граничными видами нашими 3D видами. Но покажу о том, что это у нас с вами бесконечное пространство нашей земли. Раздвинем границу. Потом можно в других программах настроить разрезку по грунту и задать по слоям, в зависимости от проб, соответственно, свай, которые обычно перед строительством берется от забора, если это массив жилой, ну то есть судоводство какое-то, СНТ, либо пограничным значением территории судоводства берется, чтобы иметь представление о грунтовом виде, либо каждый в отдельности делать пограничным значением обычного участка. Либо одну сваю, две берет, потому что это услуга не дешевая, и берется забор самого грунта. Также на основании основания грунта можно понять, какой фундамент делать. Но я сейчас углубляться в этом не буду. Вы поняли то, что это бесконечно какой-либо грунтовый слой, который у нас с вами располагается. Но давайте зададим, вернусь назад, опять же повторюсь, вам пока это не нужно, мы с вами будем учиться подрезать граничными значениями 3D вида, и я все это постепенно буду рассказывать. Это не разрез еще, не волнуйся. Итак, в первую очередь, нажму левой клавишей мыши по моей земле, у меня есть свойства и значения материала по категории. В материалах по категории мы с вами можем найти нашу траву. Захожу в материал по категории, трава, трава. В стандартной библиотеке у меня она была не обнаружена, поэтому я создам свой материал новый, переименую его трава. Зайду в дополнительную библиотеку материалов, обозревателя компонентов, и здесь в поиске трава. Я вижу то, что у меня здесь как минимум десяток различных трав еще там есть, в том же самом во вкладке площадка и так далее. Пускай я буду использовать вот такую траву типовую. Нажму на две стрелочки, перекину ее к своему материалу травой, задам ее. Соглашусь с выполнением данного действия, вижу то, что теперь у меня домик лежит не на грунтовом основании, а на траве. На самом деле материал при задании элемента топоповерхности только верхний задается, то есть только трава сверху. Давайте посмотрю, вам покажу при подрезке 3D-вида то, что у нас земля, под ней все еще осталось. Не всему этому телу задал значение материала трава. Вот, я вижу то, что у меня здесь грунтовое основание. Итак, вернусь назад. Идем дальше. Сейчас мы просто кинули домик на нашем элементе топоповерхности. Для тех, кто спрашивает вот эти уровни, у меня в программах не отображается. В ранних версиях они по умолчанию были скрыты. Я их и сейчас могу, чтобы они мне глаза не раздражали, в зажатой клавиши Ctrl выделить и скрыть через лампочку. Сейчас мне они не нужны, чтобы они не портили весь мой вид. Итак, что я сделал? В зажатой клавиши Ctrl нажимали левую клавишу мыши, выделил уровни через лампочку и скрыл. На трехмерном виде их отображение не обязательно. Они необходимы для того, чтобы видеть, на каком уровне располагаются необходимые элементы. Но я и так это знаю, я сам строил этот дом. Итак, что мы делаем дальше? Как разрезаются элементы нашей топоповерхности? То есть, как прорезать различные тропинки? Предположим, я хочу, чтобы мимо моего дома, либо вокруг шел элемент топоповерхности. Ну, точнее, тропинка какая-либо. Давайте разберемся. Перейду на план площадка. Дальше. Подсвечу элемент топоповерхности. Перейду во вкладку формы и генплан. И у нас есть команда разделить поверхность. Функция разделения поверхности работает как ножницы. Вырезает необходимую нам площадь. Либо необходимую нам поверхность. Итак, разделить поверхность. Нажал функцию. И после этого мне необходимо нажать на саму топоповерхность. Нажимаю на нее. Я перешел в редактор эскиза. Если я хочу сделать просто тропинку, которая проходит вдоль моего домика, я могу воспользоваться либо прямыми линиями, либо сплайном, либо, если вы перфекционист, прямоугольниками различными, я буду строить просто тропинку. Либо пускай это будет речка где-то рядышком с моим объектом. Сплайн, который будет разделять элемент мой топоповерхности. Либо я делаю замкнутый контур внутри топоповерхности, и тогда я могу спокойно вырезать участок. Либо я разбиваю на два отдельных пункта. То есть сейчас я как ножницами его рассек в одном этапе. Соглашаюсь с выполнением данного действия. Я вижу, что теперь у меня топоповерхность разделилась на две. Я могу, если мне не понравится в формах и геймплан, зайти в функцию объединить. То есть вот я нажимаю на функцию объединить и нажимаю на топоповерхность, которую мне необходимо объединить. Откачусь назад. Вернусь назад к топоповерхности. Снова воспользуюсь разделением топоповерхности. Выберу, какой участок мне необходимо разделить. И разделяю его. Нажимаю зеленую галочку. Я думаю, уже понятно, что я делаю. Подсвечиваю данный участок и задаю ему значение уже материала. Не трава. А пускай у меня будет... От речки отойду, пускай у меня будет асфальтобетон. Асфальтированная дорога. Если возникает вопрос, то почему у меня топоповерхность располагается ровной, а я хочу сделать какие-то небольшие овраги, для своих студентов говорю, это необязательно делать. Лучше оставить ее прямой, чтобы вы сейчас не запутались. Для тех, кто хочет в свою поверхность задобавить рельеф, рассказываю. Переходим на план площадка. Подсвечиваем нашу топоповерхность. Дальше, что мы с вами делаем. Переходим в редактирование нашей топоповерхности. И будем добавлять дополнительные точки. Нажимаем функцию разместить точку. Предположим, теперь у меня точка будет постепенно выше становиться. 500 мм, то есть вверх пойдет. Дальше. Еще точка. 1000. Добавляю. И так далее до бесконечности. Можно хоть склон сделать. Горный. В итоге, что я могу увидеть, то, что у меня в этом участке только поверхность начинает подниматься. Так как у меня еще нет основания моего здания, то по поверхности у меня врезается в мой объект. Давайте я сначала добавлю сейчас основание здания, а после этого мы с вами еще поговорим дальше, как можно сделать какой рельеф. Так, то, что касается основания здания. Мы с вами переходим, во-первых, на план первого этажа. Дальше переходим во вкладку формы и геймплан. Нас интересует основание здания. Основание здания. Мы с вами заходим в изменение типа самого основания нашего объекта. Здесь я оставляю тип основания 1. Оно обычно все равно под каждый объект индивидуально. Мы с вами сделаем конструкцию засыпки под наш фундамент и, соответственно, отобразим его необходимым видом. Итак, захожу в конструкции. Выбираю материал. Обычно это песчаногравийная засыпка. Можно использовать обычный песок. Выбираю песок. Толщина. Выберу сейчас базовую, чтобы она чисто была видна на моем проекте. В данном случае 50 мм. Засыпка может быть абсолютно разной. Зависит от типа фундамента, используется либо не используется засыпка. Сейчас мы просто рассматриваем базовое построение. 50 мм. Окей. Окей. Дальше ставлю смещение от уровня на толщину моей фундаментной плиты. Она была 300 мм. Потому что у меня основание отсчитывается от уровня плана первого этажа. И дальше я воспользуюсь функцией либо выбрать линии, либо отрезками. Делаю контур замкнутый вокруг чистого моего домика по моей фундаментной плите. Ровно иду по фундаментной плите. Иду ровно по фундаментной плите. Вот таким вот образом. Соглашаюсь с выполнением данного действия. Рассмотрю в трехмерном виде. Теперь у меня основание моего здания, по сути дела топоповерхность, подрезается и обтекает весь мой объект целиком. Вот она. Еще картинка рябит немного графика. Это абсолютно нормально. Это основание поверхности, которое находится в той же самой плоскости, что и граница моей фундаментной плиты. Давайте напоминаю то, что рельеф нам делать не нужно. Но покажу остальные точки, как лучше всего сделать. Лан-площадка. Подсвечиваю, редактирую поверхность. Продолжу размещать точки. Чтобы они красиво выглядели относительно вашего проекта, вам необходимо рядышком со своим объектом поставить точки, соответствующие первоначальной базовой точке вашей топоповерхности. В данном случае у меня было минус 100. Общелкиваю вокруг дома основные принципиальные просто точки. Чтобы они не врезались в мой объект, а плавно подходили к нему. Соглашусь с выполнением данного действия. Рассмотрю. Сейчас еще несколько точек кину высоких, чтобы вы видели. Разместить точку. Предположим, эта точка будет на 5 метров подниматься. Где-нибудь вот здесь. Я вижу то, что у меня получился небольшой холмик. И дальше уже различные элементы. Можно расставлять эти точки, можно не расставлять. Вернусь на план площадка. Редактирую топоповерхность. Удалю их. Напоминаю, что для моих студентов редактировать рельеф не нужно. Оставляете все на отметке минус 100. Вот так. На ровном участке. Базовый. Теперь, как у меня размещаются элементы различных семейств на моей топоповерхности. Я перехожу на план площадка. И во вкладке «Форум и геймплан» у меня есть компоненты моей площадки. В данном случае «Озеленение». Различные элементы благоустройства. Но также я могу зайти во вкладку «Вставить». «Загрузить семейство». И «Загрузить семейство». Того же самого, предположим. Но антуража я не буду. Перейду в «Озеленение». Вот они, различные деревья. Причем здесь всего лишь 6 деревьев. Вроде бы как. Больше их нет. Но загружу, предположим, одно листопадное мое дерево. Сразу же скажу, что в семействе у меня еще не загружено. Загружаю листопадное мое дерево. Я просто подгружаю само семейство в проект. Где я его могу найти? Ну, а во-первых, я могу воспользоваться постановкой компонента. Во вкладке «Архитектура» — «Компонент», «Разместить компонент». Либо во вкладке «Формы и геймплан» — «Компонент топоплощадки». Так как это дерево относится у нас к топоплощадке. Либо третьим способом в диспетчере проектов «Раскрыть древо с семействами» найти «Озеленение». И вот мое дерево листопадное. И я вижу то, что здесь уже большое количество различных деревьев. Давайте я добавлю его через вкладку «Архитектура» и «Размещение компонент». Выпадающее менюшку «Семейство» и вот различные деревья, которые я могу кинуть на свой объект. Первоначально не забывайте то, что ставить смещение от уровня, относительно которого ставится мое дерево. У меня плана площадки здесь нет. А у меня относительно первого этажа, моя топоповерхность, была со смещением минус 100, чтобы у меня дерево в итоге не левитировало над самой землей. Сейчас покажу на примере. Поставлю два одинаковых дерева. Только одно будет без смещения, а второе будет со смещением минус 100 мм. Рядышком их размещу. Смотрю трехмерный вид. Сейчас у меня наравит немного подумает, так как компьютер у меня немного умирает. Вот. Появилось два дерева. С точки зрения расположения самих деревьев, вы отличия можете не увидеть. С точки зрения добавления других элементов, сейчас посмотрим, мы можем увидеть то, что элемент на самом деле левитирует над поверхностью земли. И в данном случае у меня графика будет рябить на визуализации. Я буду видеть тут основание нашего объекта, так как оно было сделано без смещения. Здесь у меня дерево нормально заглублено. Также после добавления дерева, если оно не понравилось вам, в панели свойств я могу его поменять. Могу поменять высоту нашего объекта, зайти в изменение типа при подсвеченном семействе, поменять его высоту, предположим, дуб, пускай у меня будет 5-метровый на самом деле, а не 12-метровый. Его отредактировать под тот вид, который я хочу. Какие элементы еще можно у нас добавить в наш проект? Вернусь на план площадка, вкладка вставить, загрузить семейство, пускай у меня будет, мебель я добавлять не буду. Перейду в площадка, в логистика, грузовичок какой-нибудь поставлю. Выберу грузовик. Открыть, загрузить семейство. И через компонент, вкладка архитектура компонент, размещу данный грузовик на нашей дороге. С трехмерного вида посмотрю. Вот он мой грузовик. Обратите внимание, я поставил его без смещения. И в итоге на визуализации я могу увидеть то, что он у меня до земли на самом деле не доходит, он левитирует. Поэтому ставьте относительно смещение, если вы видите то, что объект у нас левитирует над уровнем. Но здесь в данном случае основа была план-площадка. В некоторых семействах, когда вы подгружаете их в интернете, основой может являться план первого этажа. То есть я ставил хоть и на уровне плана первого этажа, основу он выбрал план-площадка. Поэтому все нормально. Проверяйте, чтобы у вас просто визуально, посмотрите, объекты, чтобы не левитировали в самом воздухе. Семейств с антуражем, озеленением, благоустройством, ограждением в различном интернете очень много. Самый популярнейший сайт это Revit City. Минус заключается в чем? Не всегда те материалы, которые используются в семействе, доступны у вас в самом программном комплексе. Если вы загрузили, сейчас я подгружу семейство и покажу на примере. Одну минуту. Предположим, вы нашли семейство, продолжаем. Автобус, скамейка, либо еще что-то. Оно замечательно отображалось в интернете картинками. Открываете семейство, оно замечательно отображается у вас в настройках самого семейства. Нажимаете закрыть и загрузите в проект это семейство. Загружая в свой проект. Компьютер, мне опять же, напоминаю, немножко умирает. Поэтому он немного подвисает. Загружая семейство в свой проект, у меня в итоге может оказаться то, что материалы в реалистичном виде у меня не отображаются, необходимые мне. Потому что их просто у вас нет в проекте. Давайте научимся, но они будут отображаться у вас просто серого цвета. Давайте научимся добавлять необходимые материалы для семейства и учиться их редактировать. Вот он мой автобус подгрузился. Размещаю его в своем проекте. Тоже рядышком с пикапом поставлю. И поверну его, чтобы он смотрелся более реалистично. ДТП устраивать не будем. Поменяем местами, мы все-таки в России живем. Итак, смотрим реалистичный вид. Напоминаю, что чем больше вы добавляете элементов, именно кто помнит, у меня автобус был с красными полосками целиком, а здесь их нет. А здесь они каким-то бордовым цветом отображаются. Чем больше вы добавляете материала благоустройства в плане деревьев, кустарников различных, тем больше он подгружен у вас в проект. И тот же самый реалистичный вид может подвисать. Вот я сейчас его пытаюсь вращать, а он на самом деле у меня подвисает. Хотя компьютер не самый слабый. Лучше всего работать в режиме тонированном, либо заливка. Здесь уже все будет работать достаточно быстро. Итак, но вернусь сейчас, так как я все-таки показываю реальную модель. Что у нас возможно сделать у данных семейств? Во-первых, материал отделки. Если у вас нет того материала, который был задан в семействах, он у вас в свойствах материала отделки будет отображаться как по категории. Программа сама его выбрала. И вы можете сами абсолютно его настроить. Пускай я буду цвет, вот этот желтый, от парковочной полосы использовать буду. Либо изначально семейство мне был задан параметр изменения самого же материала. Поэтому поменять вы его уже не сможете никак в данном случае. Итак, вот я сделал автобусу из желтого цвета. Где еще материал? Не только может отображаться в свойствах, а в изменении самого типа. Материал для нашей отделки. Если человек, когда создавал семейство, задавал возможность изменения материала. Если его нету, этой функции возможности изменения, мы с вами выбираем семейство, которое подгрузили, оно отображается сереньким цветом. Нажимаем редактировать наше семейство. И будем переходить в редактор самого семейства. Там же мы найдем все элементы, которые выдавливались по поводу помощи чего они выдавливались, какие элементы и так далее. И будем вручную им передавать материал. Это немного будет посложнее, конечно, но что поделать. Итак, я вижу то, что вот он элемент выдавливания. Материал у него задана была категория. Поэтому здесь я могу параметр семейства был задан. Я его не могу изменить. Посмотрим, какой материал могу изменить. Вот этой крышечки, для которых категория была не задана. И здесь я могу поменять тот же самый материал. Использовать из стандартных какой-нибудь. Из стандартных материалов. Пускай у меня будет стеклянная эта шашечка. Загрузить. Закрыть и загрузить проект. Фараметры у меня не изменились для данного автобуса. Потому что в данном случае, скорее всего, материала того же самого стекла не было. Еще зайду. Я просто доведу до идеального вида. Чтобы в итоге потом сделаю отдельное видео по семейству. В котором покажу, как редактируется различный элемент, компонент самого семейства. Сейчас я просто, чтобы, как сказать, не опростоволоситься на самом записи видео. Вырезать я это не буду. Задам категорию для данного материала. Выделю элемент, который у меня был изначально. Задам компонент. Крышка. Закрыть и загрузить в файле. Сохранять изменения не буду. Но в проекте я это изменю. Сейчас надо было пересохранить. Задам компонент. Создам компонент. Я не создал просто компонент. Крышка. Крышка. Ок. Теперь закрыть и загрузить. Пускай сохраню изменения в файле. Заменить существующий. Да. Закрыть и загрузить в проект. В проекте заменить существующую версию значения параметров. Как же долго он работает? На самом деле лучше было бы все показывать. Сначала включить режим тонированный либо заливка. А потом уже когда добавится элемент. Включать реалистичный. Если у вас слабенький компьютер. Не советую работать с реалистичным видом. Revit может и вылетать. Компьютер может перегреваться. Вы можете итоговый вид посмотреть. На секунду включить тот же самый реалистичный вид визуального стиля нашего. Лучше работать тонированным либо заливкой. Деревья никуда от вас не убегут. Здесь я задал материал нашей крышки. Вот она у меня теперь появилась. И добавлю здесь пускай хромированная сталь. Материал нашей крышки. Напоминаю, что как редактируется и создаются семейства базовые с нуля. Я это запишу. Надеюсь, что к выходным уже появится. И научимся с вами таким образом создавать семейство. Но вот эти подвисания небольшие в самом программном комплексе меня немного сейчас раздражают. И прошу прощения за это. Итак. Вот я вижу то, что у меня. Ну материал здесь будет отображаться черным. Но в дальнейшем при визуализации это будет как кромированная сталь. Если, опять же повторюсь, вы загрузили какое-то семейство. Там не отображается у вас материал. И его просто у вас нет в программе. Нужно его перезадавать вручную. И уже смотреть, есть ли возможность изменения материала данного семейства или нет. Как оно редактируется вручную я покажу. Но таким обычным набором, простым, у нас создаются элементы благоустройства. Также можно загружать ограждения различные, декоративные заборы и прочее. Другие деревья, фонтаны. В интернете есть целый набор сборок различных бассейнов, фонтаны, статуи, ракетные площадки и прочее. Но только главное, не усердствуйте с этим, с благоустройством. Основное то, что у нас, это нас дом интересует. Дальше вы уже делаете под себя. Всем спасибо, что были тут. Скоро будет видео по семействам. И будем работать. Еще с вами увидимся.